И здравствуйте, зрители и подписчики! В этом видео я расскажу вам о том, как сделать уличный интернет-цермометр, показания с которого можно будет просматривать с помощью моего андроида приглашения. Также в нем есть график изменения температуры и влажности, появление уведомлений с показаниями вашего интернет-цермометра в определенное время и отображение постоянного уведомления с температурой и влажностью, которая обновляется в фоновом режиме. Если вы хотите поддержать выходом новых видео, просто поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. Это очень поможет в его развитии. Но после просмотра можете написать свои идеи в комментариях. Не буду тянуть время и приятного просмотра! Для начала давайте рассмотрим работу моего интернета-цермометра. Но перед этим нужно создать аккаунт в моем приложении. Для этого открываем профиль пользователя. И вводим адрес вашей электронной почты и пароль вашего пользователя. Если вы не хотите оставлять ваши настоящие имейлы, можете придумать несуществующие и указать его. После регистрации пользователя подключаем наш интернет-цермометр к питанию. Подключаемся к WFI-точке по названию WFI-термометра. И переходим по этому адресу. Затем вводим название и пароль вашей WFI-сети. Почту и пароль пользователя, созданного в моем приложении. И интервалом получения температуры и влажности в минутах. Для экономии заряда аккумулятора плата ESP12F, которую я использовал в своем WFI-термометре. После отправки температуры и влажности переходит в глубокий сон на заданное вами время. Поэтому, чем больше будет интервала, тем реже придется заряжать аккумулятор в вашем термометре. Лично я укажу интервал в 20 минут. После настройки параметров работы, лучше можно пользоваться нашим интернетом-цермометром. На главном экране моего приложения находятся индикаторы температуры и влажности. Чуть ниже расплошена графика, на котором отображаются значения температуры и влажности в определенное время. Следующий экран нужен для того, чтобы показать или спрятать уведомления с температурой и влажностью, или запустить появление уведомлений в заданное вами время. С первой функции этого экрана все просто. Вы нажимаете на кнопку «Показать уведомление», после чего у вас должно появиться уведомление, в котором будет указана температура и влажность. Даже если вы закроете приложение, уведомление все равно будет обновляться при изменении температуры или влажности. Для того, чтобы уведомление с температурой и влажностью появлялось в заданное вами время, нужно выбрать режим «Вказывать по времени» и указать время, в котором должно появляться уведомление. Вообще, можно добавить сразу несколько уведомлений, тогда каждый из них будет появляться в определенное время. Но для примера я создам только одну. Как вы видите, уведомление действительно появилось в назначенное время. Последний экран – это экран настройка. На нем вы можете указать то, будет ли звук или вибрация приношать на какой-либо элемент экрана, выключить или отключить звук уведомления, появляющихся по времени, скрыть график, отключить от обращения на нем температуры или влажности, и указать интервал обновления графика в минутах. Для создания моего интернет-термометра вам понадобятся следующие компоненты. Плата ESP12F, датчик температуры и влажности DHT21, литий-ионный аккумулятор формата 18650, плата зарядки литиевых аккумуляторов. Лично я, ради интереса, решил взять плату зарядки с разъемом USB Type-C, переключателем питания, обычная кнопка, 5 резисторов на 10 кОм, несколько понижающих диодов, миниатюрные алюминиевые радиаторы, которые ношены для охлаждения платы зарядки, и USB-UART-преобразователи для прошивки платы. Вместо него можно использовать плату ESP8266 NoteMCU. Для этого проекта я сам смоделировал и напечатал корпусы на 3D-принтере. Ссылка на скачивание всех частей моего корпуса будет в описании к этому видео. У меня часть корпуса заняла 7 часов, а общий вес всех его частей составил около 45 граммов. В самому корпусе присутствуют отсеки для платы ESP12F, платы зарядки литий-ионного аккумулятора. Рядом находятся отверстия для разъема USB Type-C, кнопки сброса параметров работы и переключателя питания. Перед тем, как пойти дальше, я хотел бы вам рассказать о том, как мой интернет-термометр отправляет температуру и влажность. Для этого я использовал облачную базу данных Firebase, которая является еще и платформой для мобильных приложений. Она включает в себя систему авторизации пользователей, базы данных Firestore и Realtime Database, хранилище файлового сторича, хостинг для веб-прилошений, облачные функции и функции машинного обучения, облачные сообщения и много чего еще. Из этого всего я использовал систему авторизации пользователей и базу данных Realtime Database, которая по своему функционалу очень похожа на базу данных в Firestore. Одна из главных особенностей баз данных Realtime Database в том, что данные в ней обновляются в реальном времени, поэтому ее можно использовать для обмена данными между вашим приложением и платами ESP-8266 или ESP-32. Данные в Realtime Database хранятся в узлах, которые являются частью JSON-дерева, хранящегося в базе данных. В узлах можно хранить числа, строки, списки, логику, карты и лишь другие узлы. Для того, чтобы разделить данные пользователей, для каждого из них поделяется узел, который содержит два других узла, хранящих температуру и влажность. Название этого узла соответствует уникальному ID пользователю, которому этот узел принадлежит. Этот самый уникальный ID подается системой авторизации Firebase каждому зарегистрированному в ней пользователю. Для того, чтобы защитить данные пользователям от внешних угроз или от друг друга, используют правила безопасности Firebase. С их помощью можно прописать, при каких условиях будет разрешено чтение и записи данных в те или иные узлы. Теперь давайте перейдем к коду для платы ESP-12F. Перед его загрузкой вам нужно установить набор платы для ESP-8266. Для этого открываем среду разработки Arduino IDE, настройки, дополнительные ссылки для менеджера платы и добавляем эту ссылку. Следом, открываем инструменты, менеджер платы, выводим в поиск ESP-8266, выбираем версию 2.7.4 и устанавливаем этот набор. Если же у вас установлена более новая версия этого набора платы, следует откатиться до версии 2.7.4, так как на новых версиях будет возникать ошибка компиляции. После установки платы опять открываем меню инструмента и выбираем эту плату. Помимо набора платы нужно установить дополнительные библиотеки, ссылка на скачивание которых будет в описании к этому видео. Для прошивки платы ESP-12F я использовал плату ESP-8266 NodeMCU, которую я подключил по этой схеме. Для соединения контактов я использовал медные одношильные провода, которые даже не пришлось паять. Для загрузки скетча и его проверки я собрал всю схему на макетной плате, но при финальной сборке проекта я конечно же все спаял. Если для прошивки платы ESP-12F вы будете использовать USB-UART преобразователем, вам нужно соединить все компоненты уже по этой схеме. Для перехода в режим программирования нужно зажать кнопку, которая подключена к пину GPO-0, затем не отпуская первую кнопку нажать на вторую, которая подключена к пину RST, после чего отпустите обе кнопки. После загрузки скетча нужно спаять все компоненты по этой схеме. Если вы будете использовать мой корпус перед пайкой всех компонентов, вам нужно просунуть проводки для подключения датчика температуры и влажности и проводки припаянные к переключателю питания через специальные отверстия. А для того, чтобы закрепить датчик температуры и влажности, вам также нужен болт и гайка. После сборки корпуса можно пользоваться нашим интернетом с ромометром. Так как он предназначен для измерения температуры и влажности на улице, для более точных показаний его нужно разметить в тени. Я, например, просто поставил его в беседке с домом. Желательно залить все отверстия силиконом, так как через них будет проходить влага и пыль. У вас, наверное, мог возникнуть вопрос, а зачем мне вообще интернет-термометра, если можно купить обочины? Лично я разработал этот термометр для того, чтобы улучшить свои навыки и добавить опыта в программирование микроконтроллеров, создание андроида приложения и моделирование корпусов для 3D-печати. Также этот интернет-термометр может стать частью системы умного дома. Если поставить его в правильном месте, он будет точнее обочинного термометра. Не стоит забывать, что мой интернет-термометр измеряет еще и влажность, поэтому он может выполнять роль домашней метеостанции. Так или иначе, каждый найдет ему свое применение. А на этом мое видео о том, как делать уличный интернет-термометр подошло к концу. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока! Субтитры Игорь Негода